На новом аппарате МРТ в детской краевой больнице ежедневно проводят более 10 исследований. И, к сожалению, ежедневно здесь как минимум у одного ребенка подтверждается рак. Здесь МРТ проводят даже тем, кто несколько дней назад появился на свет. Мы смотрим прям новорожденных под анестезиологическим пособием, если это нуждается. Кроме того, у нас оборудован аппарат вентиляции легких для пациентов, которые из реанимационного отделения. А это аппарат КТ. Стоимость более 60 миллионов рублей. В больнице появился в начале декабря. И это единственный КТ-аппарат для детей в Алтайском крае. Щадящая доза препарата позволяет сделать процедуру с контрастированием безопасной для ребенка. Сложно поверить, но еще недавно, казалось бы, быстрое обследование затягивалось на несколько недель. Пациентов приходилось отправлять на КТ в другие учреждения. Своего оборудования не было. Терялось время, которое так важно для онкобольных. Оно позволяет более быстро произвести исследование, в отличие от МРТ. На МРТ пациент должен лежать от 20 до 40 минут в зависимости от исследования. Здесь время сокращается на несколько минут. То есть от минуты до 5 минут мы можем сделать исследование. А это тоже новинка для больницы. Оборудование для реабилитации маленьких пациентов, которые в свои годы уже перенесли взрослые болезни. Инсульт, серьезные травмы. Многие из них теряют двигательные навыки, которыми когда-то владели. Спускается она вниз, видите, так и поднимается она сверху. Мы подняли вверх, все поставили, и она сходит, чтобы ребенок не упал. Важно. Тренировки проходят в игровой форме, что хоть как-то может поднять настроение детям на, казалось бы, скучных занятиях. И что важнее всего, скоро Соня и Андрей перешагнут порог больницы в равновесии и с твердым шагом. Елена Макаренко, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.